После прорыва плотины Новокаховской ГЭС вода в соответствии с заблаговременно сделанными расчетами добралась до Херсона и Николаева. Причина прорыва гидротехнического сооружения по сей день неизвестна. Обе стороны предсказуемо обвиняют друг друга. Особо рьяные деятели агитпропа, однако, утверждают, что они точно знают, кто это сделал, и выкладывают в сеть вот это видео, мол, вот так оно и бабахнуло. Но что это такое? А это сайт канала А24 от 12 ноября прошлого года, и что мы там видим? Вот так оно и бабахнуло в прошлом году. Не прокатило. Это была настоящая газовая атака с пострадавшими среди мирного населения. В Херсонской области был взорван аммиакопровод Тольятти-Одесса. В этой связи хочется отметить, что производитель аммиака, предприятие Тольятти-Азот, еще с 1999 года пробивало прокладку трубы Тольятти-Тамань и строительство там портового терминала, не пробило. Зато пробило в другом месте. Будущее стучится в наши двери, и это поважнее Фауста Гёте и украинского контрнаступа. Знакомьтесь, София Батьковна, точнее, робот с искусственным интеллектом, к серийному производству которого приступила компания Хэнсона Роботикс. Да, Софочкина, пятки наступает аммиака. Пристегнитесь простынями, эра моделирования человека объявляется открытой. Кто не спрятался, я не виноват. Теперь по поводу красных линий. После многократных заявлений о красных линиях, где эти красные линии? Президент России Владимир Путин дал поручение вернуть черчение в школы. Не только природе все красные линии по барабану. Но какое дело песчаной буре, накрывшей Суэцкий канал, до того, что час простой рукотворной речки имени Аиды обходится в 400 миллионов долларов? И разве может пограничные линии остановить дым от лесных пожаров в Канаде? Это Нью-Йорк сегодня. Сто миллионов человек получили предупреждение, что с воздухом что-то не так.